Катя! Ты чё? Катя! Другие пасырки Что? Сырка и до дела не дошло Катя не упакал свои навыки гимнастики А потом их не пускали просто тому и всё Потом взорвался Мне разбили телефон Наша труба закончилась Всем пока! Привет! Всем привет, ребята! Вы упали на мой YouTube канал Меня зовут Катя и сегодня я снимаю видео не одна Су нашими подругами Это видео о нашей дружбе Торияum ! Наша компания называется EGN Да, Элита Горда на Водвинском Наше время года? День космонавтики 13 апреля 2021 года Как вы, уже знаете, мы одноклассники Узнакомились мы с первого класса Да, конечно! Наше мнение было были сначала не самые лучшие Что, Ира, Салина, сёстры? Да, Катя взрывает непосредственно. Так, начну я со своему мнению о девочке. Сначала я начала общаться с Салиной, потому что меня посадили с ней за одну парту. А с Салиной я начала очень хорошо общаться. Она меня приглашала на свой день рождения. Я её тоже приглашала на одно свой день рождения. А мне нет. В 8 лет мы праздновали в кафешке. Через некоторое время в первом классе я начала общаться с Катей очень хорошо. Но с Иркой и до дела не дошло. Куда будет? Потому что с 1 по 3 по 4 класс я, так скажем, упсирала её. А я говорила, что Ирка, Салахаю! С Иркой я начала очень хорошо общаться в 4 классе. И с 4 по 8 класс я до сих пор с ней общаюсь. Как и с Катей и Алиной. Ну, с Алисой я начала общаться тоже где-то с 1 класса. Мы с ней жили в одном доме. В одном подъезде. Я к ней часто ходила в гости. Мы там играли в куклы и ели в бинбузу. Мы смотрели Вики-шоу. Ну, с Иркой я вообще начала общаться с Садником где-то лет с 5-4. На самом деле мне заплатила и мама, чтобы я с ней общалась. Это неправда. И вот мы с ней всё ещё общаемся. Где-то в первом классе или во втором, мы узнаем, что мы ещё и сёстры. С Катей, я вообще не помню, когда я начала общаться. Может, с класса первого или второго. А я её начала на день рождения приглашать. Да. Она меня, наверное, пригласила в классе четвёртом или третьем. Я её никогда на день рождения не приглашала. Ну, а в Алисе? К ней нейтрально относилась? Не знаю, с презрением всё, что ли ко мне. Ну, чё-то как-то отвечал. Вот не так. Сивы, я такая, м-м-м. Я вообще считала Алису, честно сказать. Она начала общаться, я не помню, с какой-то компанией за общежитие. Вот. Но Алиса не жила. Да. И я считала её, ну-то овтись. Ну, у нас весь класс как бы сдружился, все девочки. Ну, было такое время. Да. Мнение поменялось. Узнала Алису получше и вот так вот всё сложилось, что мы сейчас общаемся с ней. Потом, короче, девочки разделились там по парам и мы таки остались в четвером. Да. Про Алину. Ну, что сказать про Алину? Она была с детства со мной. Она была на каждом моём день рождения. Была на каждой фотке на этом день рождения. Потом с Катей. С Катей у меня всегда было хорошее мнение, просто она со мной с первого класса не очень тоже как-то общалась. После карантина где-то так, мы стали тоже очень хорошо общаться и гулять вместе. Вот с 2020 года мы начали гулять. Алиса не с нами не гуляла. Да, Алиса с нами не гуляла, у неё была тогда другая. Хайп, Господи. С первого класса я не знаю. Я, возможно, с Алисой сначала подружилась. А вы же с Кристиной, с Ксюшей там были. Да, и там Алиса в нашей компании была. Алиса в нашей компании была. Сообщество, подруг с первого класса. Там была насчётная девочка, но её сейчас нет. Она просто не в нашем городе. Она просто переехала. С Алиной, кстати, я не помню, когда я с Алиной начала общаться. С класса третьего, наверное. А мы с Алиной ещё стояли у стола на носочках. Катя мне показала свои навыки гимнастики. Всё, давайте теперь уже историю нашей дружбы. С шестого класса мы... С Чайпите. Не надо стесняться! Не надо стесняться! Нет, как у вас до этого ответа. Наша дружба начала образоваться сначала где-то шестого класса, когда весь класс сидел в одном кабинете 24 на 7. Катя всё время сидела с Ирой и Алиной, а я сидела одна в телефончике. Потом я поняла, что вот я с ними делаю совместный проект, но не сижу с ними на перемене, поэтому я тоже начала с ними сидеть на перемене. Вот. И как-то после этого мы начали очень хорошо общаться. У нас ещё, кстати, в шестом классе был очень дружный класс. Ну сейчас тоже хороший, мне очень нравится наш класс. Мы там всё время всех фоткали просто. Мы фоткались в снапчате, маски крутые примеряли. Очень много там фотографий сейчас. Если я не найду их, я вставлю. Ну мне скинут, потому что у меня ничего нету. После шестого класса мы там почти не виделись. После мы ещё летом ездили в Архангельск. В Труём. А то шляр. Ну ещё и сыркой тоже ездили. Мы ездили в Архангельск. А я ещё тогда влог снимала. Вы должны помнить, кто смотрел. С первого сентября седьмого класса мы на каждой пикмете сидели вчетвером. А мы ещё играем в первую игру и начали. Я сюда подводила команду. Я помню в шестом классе мы тогда первый раз собрались у меня посидеть. Но мы сначала были по двойкам. Да-да-да, Катя с Алисой мы как бы с Алисой вдвоём. Потом мы стали чуть лучше общаться, что-то снимать вместе, что-то делать. А в седьмом классе, кстати, мы каждый день, ну почти каждый день сидели у меня дома и покупали всякую еду и ели. Ещё нас обеспечивала Алина почти всегда. Побешеные скидки. У нас был на 23 февраля бешеные скидки такие. Короче. Смотрите, я занимаюсь бигбобсингом уже пять лет. Смотрите. Так делать скушаться не повторю. Проверка на ментальный свет. Меняем. Меняем. Бромбол. Катя. Какой это? Сейчас мы будем наблюдать. Растоптаю. Наша самая первая ночёвка вчетвером была у Алины. Мы быстро рванули колени домой. Да. Потом, короче, Ирка с Катей пошли до магазина. Да, в фикс прайс. Потом их не пускали просто домой и всё. Потом мы пошли в Магнит, там уже всё купили и пошли, короче, до Алины. Потом нас вообще не хотели пускать. Мы с пакетом сказали, что мы всё съедим. Алина отпустили. Ещё в этот день на ночёвке у Алины мы пели песни, фотографировали закат. Нас заметил Дейпинс. Всё неважно, я буду свободным. Я не вижу лиц, я вижу твоё нутро. Фотографирую закат. Я ещё вспомнила на Алины ночёвке мы тогда пошли во сколько-то ночи гулять, даже после просмотра фильма. И в этот же день мы сломали кровать у Алины. Следующая наша ночёвка была у Екатерины. А Таша шмеха проснулся Катим папу. Нам было очень стыдно тогда, и мы приносим свои очень глубочайшие извинения. Ночёвка была у Кати, мама пошла в гости, значит, к своей подружке. Мы решили посмотреть ужасник. Мы смотрели «Синистр». Это было очень жёстко. Там было всё. Это ещё когда 1xbet заиграла, мы пошли в туалет. Ну, кто это был в туалете? Катя тебе за рекламу не платили. Я была в комнате, я включала... Я останавливала фильм. Мы стояли в коридоре, и Катя что-то там настраивала фильм, и она на колонках поставила, походу, максимальную громкость. Мы просто смотрели Катя на видео до этого, по-любому. Там заиграла реклама, 1xbet на полную громкость. Я обосралась. Я рванула в комнате. А я сама тоже рванулась. В комнате? Да я сижу такая в туалете. И думаю, что это за фигня там происходит. Я всю комнату что-то орёт. При этом я ничего не понимаю. А Алиса там типа по коридору пометала. А Алина тоже что-то куда-то рванулась. Что ты такая в туалете не взрываться вообще происходит? Давайте расскажем про нашу последнюю ночёвку. Кстати, встречали у Кати Лето, например. Дискатико, дискатико. О, Алина для день рождения. Мы выходили поздравлять в 12 часов ночи Алину. И она нас оставила на ночь. Мы ей кинули в лицо торт. Мы пока стояли там, ждали Алину у подъезда. Катя мне всю гудку измазала тортом. И об этом снимала блог. У нас 31 мая ещё была ночёвка. Да, встречали лето. Есть даже влог, по-моему, у Кати. Посмотрите. Или вот тут. Или вот тут. Или вот тут. Начали выбирать фильм, который надо посмотреть. И всё-таки я сказала девочкам то, что ещё оказывается существует Синистр вторая часть. Вторая часть Синистра мне как-то не особо понравилась. Мне тоже. Рассказываем теперь истории с лагеря. Ой, боже. Катя, ты чё? Катя! Моменты, моменты. Катя расплакалась. Когда мы уже приехали в Анапу, мы садились на автобус. И мы прикалывались над Катей. Потому что мы проезжали через поля. И, короче, мы прикалывались над Катей то, что все поля, которые тут есть, это все её. Ещё я показывала фотку Ире. Она забрала на мой телефон. И я очень расстроилась, потому что она мне не хотела его отдавать. И потом она не хотела издевать. Вообще они целую смерть надобно издевались. Это неправда. Ладно, расскажем, как Катя с циркой стирали носки. У меня есть видео, Катя их вставила. Ира, Катя! Они издеваются. А чё ты там опять снимаешь? У меня в канала. Может, там будет популярность до интернета. Я посуду мою, а всегда у меня женщина, они домохозяков. Ещё у нас были жуки. В этот день, когда у нас были жуки, Катя решила спать со мной на кровати. Она была односпальная. Она была примерно вот такая вот в ширину. Там даже двум людям никак не поместиться. Но вот с Катей как-то уместились. Я проснулась ночью из-за того, что Катя пыталась перевернуться. Но у неё не получилось. Поэтому она легла обратно так же, как и спала изначально. И проспали мы всю ночь на одном боку. Мы нашли ещё одного жука. Вот, короче, они все идут от Алины. Вот, и короче... А ведь, зачем ты её буквами накрывать закинула? Ой... Ой... Ой, не сведите лучше туда, а? Короче, вот, и Катя теперь будет со мной спать на такой односпальной кроватке. Они мне постоянно заставляли убивать жуков. Да... Ой, блин... Если... Если около вас... Падла какая-нибудь... Давай... Давай, Ванючка, лети! Я не убийца! Ещё, короче, история про ёршик. Ира чистила туалет нам. Когда под конец смены где-то мальчики зашли в ванную. Потом они выходят, и Никита берёт ёршик и выливает это всё с говном. И у нас тогда жёстко моряло! Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа... У нас был кризис туалетной бумаги, то смена лагеря. Хорошо прошла. Еще одна история. У нас там был матч по футболу. Там мальчики играли против кого-то отряда. Ира была с телефоном. Она оставила его. Оказывается, что я его на трибунах. Оставила прямо под солнцем. Мы собирали значные мероприятия. Мне, блин, сзади прицепили прищепку. Ира, как вы думаете? Что с вами? У вас же рак легких был. Слишком красиво. А вы что думаете? Сразу моложе стало. Выглядеть. После химии. Да? Да. Нашла. Нашла. Начало нашего восьмого класса началось тоже очень круто. Но мы стали друг друга немного отдаляться. Ненавидеть. Но 1 сентября мы посидели у Иры. Ещё мы собирались недавно у Кати в гостях на новогодних каникулах. А у меня так нет. Ещё у меня нету. И ты тоже собираешься в последний день. Ну, короче, мы сидели у Кати, заказали роллы. Вот, кушали. Чувствую, как он начинает пушковать. Чтоб контент был. А потом, после этого, на следующий день мы пошли к Ире объедать её весь сладкий контейнер. Да. Давай. Давай. Мы что-то попутали пиаром, блок-склингом, тем хейтером. Вот она! Ну всё. Наша труп. Наша труп. Наша труп закончилась. Просто видео закончилось? Да. Кто-то уже даже мне звонит. Да. Вот. Кому понравилось это видео и кто-то не потерпел видео. Кто-то смотрел это видео. Вам лайк? Лайк. Подписывайтесь на мой Телеграм. И мой тоже. Инстаграм. Всем пока. Спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели нас еще несколько минут.